Театр для одного слушателя. После звонка неизвестных жительница Новочебоксарска почувствовала себя агентом на спецзадании и в течение недели выполняла все инструкции звонивших. Итогом секретной операции для горожанки стал долг в 2,5 миллиона рублей. Подробнее в материале пресс-службы МВД Почувашии. Жительница Новочебоксарска теперь и сама не может понять, как доверилась мошенникам. Раньше ей удавалось распознавать их звонки. Но в этот раз медицинского работника убедили, что без ее помощи не удастся разоблачить преступника в банковской среде, для чего нужно срочно взять кредит. Просите сумму от 250 до 500, а если дадут выше, берем больше. Я еще вопросы задала, как мне могут выдать. Не задавайте вопросов, вам выдадут ту нужную сумму, которую запросили по вашим данным мошенники. Эта сумма находится сейчас в транзакционном коридоре. Нам ее нужно изъять, обналичить и перенести на аннуляционный счет Центробанка. Новоиспеченному агенту на задании приказали вести себя уверенно, просить кредит на личные нужды, все время держать телефон включенным, чтобы прослушивать переговоры с работниками банка. А если что-то пойдет не так, мешаются два других агента в штатском. За пять дней потерпевшая объехала почти все банки в Новочебоксарске и Чебоксарах, полученные кредиты переводила на безопасный счет. Мне предстоит компенсация за то, что я работаю с государством. Вы не переживайте, вам еще и грамота, и все справки, что вы отпрашиваете. Но это же проблема, она отпрашивается с работой. Мы предоставим вам все справки с печатями, что вы по какой цели отпрашиваете, что вы работали на спецслужбы. И грамота придет, и еще вам будет государственная компенсация выдана. Вместо грамоты и компенсации жительница Новочебоксарска приобрела долг перед различными банками на сумму более 2,5 миллионов рублей. И таких фактов с начала года в республике зарегистрировано свыше 600. В дежурной части МВД, куда ежедневно звонят потерпевшие от так называемых банковских работников и представителей разных спецслужб, убедительно просят, чтобы уберечь свои сбережения, не разговаривать с незнакомцами и действовать под их указку.